Доброе утро, коллеги! Доброе утро, крымчане! В городе Герои есть уже положительный, многолетний положительный опыт работы с кризисными семьями, семьями, которые попали в сложные жизненные ситуации. В первую очередь, это работают социальные службы и некоммерческие организации. Одна из них, она уже многие годы проводит благотворительные акции, систематично занимается с категорией, с группами риска. Это Крымская региональная общественная организация «Матери против наркомании и алкоголизма». И сегодня у нас в студии ее представитель Екатерина Лямина. Екатерина, доброе утро! Доброе утро, Екатерина! Расскажите, чем занимается ваша организация, какую помощь вы оказываете семьям, которые попадают в сложные жизненные ситуации? Организации уже больше 10 лет. И, конечно, основным вектором является направленность на людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию в связи с зависимостью их близких. Чаще всего люди, оказываясь в таких проблемах, отстраняются от общества, становятся замкнутыми, мало кому говорят о том, что происходит у них в семье, потому что это стыдно, это не принято обсуждать, и поэтому человек становится одиноким. Наша главная задача – вывести человека из этого состояния, показать ему, что он не одинок. То есть это не только, допустим, матери, это и жены, и сестры, и близкие люди, которые находятся рядом. Показать, что он не одинок, и что есть люди, которые прошли этот опыт успешно и могут ему помочь. То есть это и дети, которые состоят в, допустим, болезнях, в каких-то трудных физических скованных ситуациях. И, конечно, организация старается осуществлять надзор над проблемными семьями, которые нуждаются в какой-то защите, опеке. Екатерина, я знаю, что ваша организация также работает с подростками, занимается профилактической работой. Расскажите об акциях, которые вы проводите в этом направлении. Ну, чаще всего это акция ознакомительная, проводится профилактическая работа. Это, естественно, была акция ко дню защиты детей совместно с городскими коллективами творческими. И из последних акций, это была акция Керчи против вредных привычек, без вредных привычек. Городом и троллейбусным парком нам был предоставлен троллейбус, которым осуществлялся бесплатный проезд. И во время этого звучала музыка, ознакомительные видеоролики, проводилась информационная такая, как бы рассказ информационный наш о том, какие проблемы могут встретить наших подростков на территории интернета, как от этого защититься, как быть неравнодушным к тому, что происходит с нашими детьми и подростками. Как реагировали керчане на такие разговоры, на эту акцию? Вы знаете, было очень удивительно, что те подростки, которые сотрудничали с нами, они очень легко в это втянулись и очень легко, они не боялись говорить о том, что действительно сейчас модно не только так называемый ЗОЖ, то есть здоровый образ жизни, а и внутренний духовный правильный образ жизни, то есть здоровые ценности, здоровое воспитание. И, конечно, большинство людей старшего поколения на это очень приятно реагировало. И вообще, в принципе, эта акция не первый раз проходила в нашем городе, ее всегда встречают с пониманием и доброжелательностью. Екатерина, какие акции вы еще планируете провести в ближайшее время? В преддверии праздника 8 марта на территории концертного зала торгового порта Керченского, который предоставляет его тоже благотворительно для нашей организации, мы проводим поздравления матерей, проблемных семей, неблагополучных семей с 8 марта. Так что мы ждем всех, кто одинок и требуется помощи. Спасибо большое за интересную беседу. Возможно, кому-то будет интересен опыт вашей организации, кто-то может даже вступить в ее ряды и продолжить заниматься благотворительной работой. Напоминаю, что сегодня у нас в студии была Екатерина Лябина, представитель Крымской региональной общественной организации матери против наркомании и алкоголизма. На эту тему у нас пока все. Коллеги, вам слово.